Ранее депутат Владимир Фролов предложил на заседании ЗАГС Собрания области создать группу по осмотру нефтяных скважин в Бузлухском бару. Тогда парламентарий Сергей Грачев отклонил предложение, однако на разовую поездку депутатов все-таки пригласили. Экспедиции в Национальный парк парламентарии остались довольны. Нефтяники сегодня выполнили все условия лицензионного соглашения. Все 63 скважины сегодня приведены в безопасное состояние. Безопасность сбора не вызывает никаких вопросов. В течение тех работ, которые были проведены за последние три года, применены самые передовые способы консервации. Нефтяники нового потока пригласили Александра Кунеловского и он после экскурсии, без подтверждения независимых экспертов, выдал на гора, что все скважины четко отремонтированы и проверены. Такие заявления без проверок со стороны независимых экспертов – популизм. Во время экспедиции депутатам ЗАГС Собрания региона нефтяники показали 11 скважин из 63, которые подлежали консервации или ликвидации. Как сообщил Владимир Фролов, по визуальной оценке работы компания «Новый поток» действительно провела. Однако, как ведется добыча нефти в Бузулгском бару сейчас, депутатам увидеть не удалось. Пять скважин, где за сутки тысячу тонн нефти добывают, и проложен трубопровод по одной из дорог, там, где едет тяжелая техника, в том числе вывозит нефтяной шлам. Как соблюдаются экологические нормы со стороны нефтяников при осуществлении производственной деятельности. Это не было нам показано, как не был показан терминал, куда, в общем-то, идет, так сказать, перекачивается эта нефть и как идет отгрузка. По словам вице-спикера регионального ЗАГС Собрания Александра Кунеловского, нефтяники провели гидролизацию еще четырех старых амбаров, чем улучшили экологию Бузулугского бора. По мнению Владимира Фролова, чтобы считать данные экспедиции объективными, нужно привлечь экспертов Института Степи и провести круглый стол с участием губернатора и всех заинтересованных лиц. Анастасия Клесова, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.